Я рад вас всех приветствовать и сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Bubo Go. Модель, которую я сегодня буду вам показывать, она называется Luna. Это колясочка из серии ультракомпактных колясочек для путешествий. Короче говоря, это travel колясочка, которую вы можете всегда везде взять с собой и с комфортом путешествовать, чтобы она вас не обременяла своими габаритами, весом. Зимой, друзья, в наших южных регионах можно на ней ездить. Вы сами видите, колеса не позволят вам по глубокому снегу ездить. А в Санкт-Петербурге зимой, к сожалению, на ней особо не поездишь. Так что сейчас уже у нас близится февраль, кто-то уже начинает планировать свои отпуска. И мне кажется, выбор коляски уже можно начинать сейчас. И очень рекомендую рассмотреть эту колясочку для ваших путешествий. Начнем мы изучение ее сверху вниз. И, соответственно, в конце я вам скажу свое коротенькое мнение. Я взял сейчас специально рулетку, чтобы непосредственно размером вам сразу говорить, чтобы они были не с спецификацией, а именно наглядной рулеткой. Я ее сейчас на весах померил. 8,5 килограмм мне показали весы. Весит эта колясочка. Она не самая легкая, потому что она очень добротная, крепко так выполнена. И, соответственно, ощущение от нее складывается такой хорошей, добротной вещи. Что касается ручки, друзья, она здесь не регулируется. Выполнена она обита эко-кожей, приятной эко-кожей. Здесь логотип, соответственно, вытеснен или как это называется. Она не регулируется никак по высоте. И я хочу сразу же рулеточкой замерить высоту от пола и до ручки. Мы получаем здесь 102 сантиметра. 101-102, плюс-минус, друзья. И, соответственно, проецируйте нам на свой рост, как она будет приблизительно вам. У меня рост 186, и мне почти все ручки, мне нормально, комфортно, я их ощущаю. Что касается, друзья, тканей, очень мне понравились здесь ткани. Они очень плотные, непродуваемые, они с пропиткой и водоотталкивающей. В общем, с козырьком здесь все хорошо. Он состоит из трех секций и еще одной дополнительной, вот этой. И причем вот эта секция, она двухсторонняя. Она с обратной стороны, она как сама колясочка. Я ее просто перевернул, чтобы он здесь вот цветастый такой был вариант. Мне нравится, когда все-таки есть какие-то элементы отличающиеся. Вот, собственно, козырек по длине, как мы видим, вполне себе достаточный. Есть у нас смотровое окошечко, оно закрыто, туда не будет ни дуть, ни капать. И что мне очень нравится, что крышечка здесь держится на магнитике. Ни липучки, ни кнопочки, а именно магнитик. Вот в таких вещах магнит самый лучший вариант. Что касается регулировки, мы, получается, просто толкаем, и он регулируется у нас. Сразу хочу заметить, он не бесшумный механизм. Звучок небольшой есть, но на улице ребенок не испугается этого звука, потому что на улице и так шумно, и он не такой уж и громкий. Вот, слышите? Какой-то звучок есть, ну, все это ерунда. Так, что касается сидения, друзья, давайте посмотрим на сидушечку. Сейчас я ее в максимально сидящее положение приведу. Вот, многие родители хотят, чтобы спинка была не сильно завалена назад. Вот здесь не сильно завалена назад спиночка, почти как капитанская посадка. Это очень хорошо. И пятиточные ремни у нас непосредственно с мягкими накладочками. Есть и на паховой зоне, и на плечевой зоне есть накладки. Также мы видим здесь с вами перемычку. Вот эту вот, чтобы ребенок не проскочил туда, если он не пристегнутый. Вот, давайте проверим, можно ли как калиточка открыть бампер. Прекрасно. Можно, единственное, вот ему бы еще повернуться вот так вот, чтобы она туда ушла и не мешала. Ну, ладно, что есть, то есть. И крепеж металлический. Это очень здорово. Из того, что мне еще нравится в ней, здесь можно непосредственно, ну, подножку регулировать понятно. И она выполнена в эко-коже. И это практично. Просто протер, и все. Здесь же всегда грязные ножки, плюс широкая удобная ступенька, чтобы ребенок, подросший, мог на нее нормально взбираться. С этим все хорошо. Так, давайте взглянем, как регулируется здесь у нас спиночка. Вот так опускаем с помощью рычажка, с помощью, точнее говоря, здесь ручка, чтобы опускать. А за ремешок мы поднимаем, и она поднимается наверх. Все очень просто. Здесь у нас кармашек для мелочевки. Здесь у нас откидывается вот так вот непосредственно крышечка. Ее можно зафиксировать с помощью резиночек. Вот так вот свернуть нужно будет ее. Вот. И непосредственно зафиксировать. И будет вот так. Очень хороший вариант для проветривания летом. И это не большая такая накидочка, как часто бывает, которой нужно все отгибать. А просто на замочках очень классно вот так вот подвинули. Все проветривается эстетично, выглядит хорошо. По мне вот такие вот решения поинтереснее. Также в комплект у нас с вами входит накидка на ножки. Накидка на ножки здесь, как мне показалось, как будто она в какой-то зимней коляске. Очень большая накидка с удобными такими замочками, чтобы можно было, если нужно, ее открыть. И она очень глубокая, она очень толстая, она водонепроницаемая, она теплая. Она реально как будто зимняя. И видите, внахлест одевается на подножку. Приблизительно вам покажу, как это будет выглядеть. Здесь у нас все непосредственно резинками фиксируется, все прочненько и надежно. Вот, пожалуйста, козырек опускаем. И даже зимой, если не полуметровый снег, то можно, в принципе, нормально кататься. Ребенку сильно там задувать ниоткуда не будет. Она реально как в больших, полноценных всесезонных колясках. Я про накидочку. Прикольно. Еще какой интересный есть элемент здесь. Тут в подножке снизу спрятана москитная сеточка. Вот вы ее зато никогда не забудете, не потеряете. Она интегрирована непосредственно в подножку. Просто натянули и все. Это удобно, потому что вы ее не забудете никогда. Так, давайте теперь посмотрим с вами на основание. Что у нас здесь? У нас есть багажник. Багажник у нас большой вместительный. В основании багажника у нас непосредственно вшиты пластиковые такие пластины, чтобы он не провисал. И дно было более-менее жесткое. Широкий проем. Можно и даже мячик сюда запихнуть. В общем, багажник здесь хороший. Хорошо, прочно он зафиксирован к раме. И непосредственно ничего... Ну, знаете, он внушает надежность, что он не оторвется. Что касается амортизации, друзья. Амортизация здесь присутствует. И плавность хода у этой колясочки вполне себе достойная. Учитывая, что это за коляска. Безноножность надувными колесами. В общем, едет приятно. Амортизация есть и спереди, и сзади. Что касается тормоза. Нажали на тормоз. Сейчас зафиксировали. И было бы здорово, если бы еще раз на него нажать. И он бы снялся с тормоза. Но нет, нам нужно ковырнуть обратной стороной обуви, чтобы снять с тормоза. Это плохо. Можно немножко свою обувь попачкать. А иногда и поцарапать. В общем, вот такая вот история у нас с основанием. Колеса у нас полиуретановые. Так, кстати, давайте сейчас с вами возьмем и замерим ширину колесной базы. Потому что многим это важно. Здесь ровно 50 сантиметров. То есть вы везде спокойно проедете. Любой лифт, естественно, между всеми торговыми рядами. Никаких ограничений у вас не будет. Так, друзья, теперь давайте посмотрим. Кстати, пока не забыл, чуть-чуть не забыл вам сказать. Есть вот такой страховочный ремешочек. Чтобы вы случайно, она у вас не укатилась на дорогу, не дай бог. Вот так одели и все. Бывает, мамочки по телефону заболтаются или еще что-то отвлекутся. И колясочка из-под контроля куда-то может укатиться. А здесь вот, пожалуйста, ремешок. И он не даст никуда ему уехать. Теперь давайте ее сложим. Посмотрим, как она выглядит в сложном виде. Тут есть кнопочка. Одна маленькая и большая. Нажимаем. Ее можно просто даже бросить, и она вот так вот встанет. Но я этого делать не люблю. Вот, собственно, вот так она у нас в сложенном виде. Убираем бампер. И все. Вот такая она у нас вот компактная. И за бампер, вот по моим ощущениям, крепеж металлический. Можно было бы взяться. Но производители никогда не рекомендуют носить коляски вот так за бампер. Поэтому лучше возьмите за раму ее. Просто вот таким способом. И все. И тогда точно у вас никогда ничего не поломается. Так, ставим обратно. Так, собственно, все. По большому счету, друзья, всю информацию, которую я хотел вам донести, я донес. То есть, как по мне, колясочка по соотношению цена-качество получилась очень себе даже добротная. Она на сегодняшний день стоит около 20 тысяч рублей. 20 с маленьким хвостиком. Я точно сейчас вам не могу назвать, потому что цены поменяются. Боюсь вас просто обмануть. Вот. И, соответственно, добротно сделано, качественно сделано, с хорошей сборкой, с отличной комплектацией. Вот. Единственное, что бы я еще докупил, это хороший универсальный подстаканник для чашечки чая, термоса, чашечки кофе. Вот это было бы вообще идеально, если бы она сюда входила. Вот. Но, увы, это нужно будет докупить. Ну и дождевик еще, конечно, бы, конечно, надо докупать. Здесь его, к сожалению, нет в комплекте. Но это все на самом деле дешево. Дождевик стоит там 400 рублей. Подстаканник там за 1000 рублей можно взять. И все, у вас максимально упакованная коляска. Так что, друзья, вопросы остались, пишите в комментарии на все. Отвечу по возможности. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор. И удачи на дорогах.